Свобода, вступающая в силу весны. Свобода в жизни с Богом. Свобода от мирских тяжб и разрушающих сердце забот. Здорово, отложив все свои дела, которые подождут и никуда не денутся, отправиться в храм на божественную литургию. Праздничный дух, пасхальная радость. Слава Богу, мы пережили и вкусили пасхальные эмоции, посетив отдаленное село Михайловского района Рязанской области. Пасхальные дни продолжаются. Светлана Сергеева и Ирина Тимохина не сразу нашли Михайловскую Фирюлевку. Выехав рано утром из Тульской области, они переживали о том, как бы им вовремя успеть на архиерейское богослужение в Успенский храм этого села. На сайте увидели объявление, что состоится архиерейская служба, ну и решили приехать. Вот сестру свою привезла. У нас в Москве. А вы вообще здесь когда-то были в Фирюлевке? Нет, первый раз. Возрождается Рязанское село. Открываются храмы, идет в них благодатная молитва. Спустя 20 с небольшим лет Михайловскую глубинку посетил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. А вместе с его приездом праздник пришел в село. Большой красный праздник. Пасха Господня. Песня. 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 богослужения нашего президентского митрополита. Ну вот я второй раз. Как мы довольны, что нас посетил Владыка. Молодцы. Большое спасибо всем ему. Мы очень рады. Мы ждали, ждали этого дня. Ждали. Мы знали, что он приедет, и мы ждали. Да, конечно. Встали рано, а все. Прям Владыка, Владыка приедет. Он тоже не живет. Я давно собирался. Да. Удивительно. Я воочию его первый раз увидела, и от него идет такое тепло, такой свет. Вот батюшка такой редкий. Прям вот он, мне кажется, всем прям в душу своим словом попал. Очень, очень хорошо. Всегда было хорошо, когда вы приезжаете. У нас всегда торжественное. А сегодня вообще. У нас такого праздника никогда не было. Это благодать Господне. Дай Господь, чтобы еще бы у нас такое было бы. Поразъехались фирюлевцы по большим городам. Оставили родное село. Там в чужой стороне укрепились, заработали материальные блага. Но вот корни пустить им не удалось. Как не силились, звала их и зовет, а родная сторонушка. Это родная, наши родились и выросли фирюльки. Наша родная. Мы ваши программы все смотрим. Как посмотрим, как вы нас вот на успении. Тут прям ищем, ищем. Сама не умею, а дочь все время говорит, ну найди мне. И с таким удовольствием вот прям как будто мы вот и живем тут. Не уезжали никуда. Вот не надо уезжать. Надо приезжать, чтобы жить постоянно. Я вот живу 19-й год здесь и не хочу ни в какую Москву ехать. Серьезно, это благодать. Но это храм, это все. Это для меня, это все. Ну и они тоже все переедут, я думаю. Переедут, переедут. Будет нам до 70, мы тогда приедем. Как вам Господь помогает? Расскажите, девочки. Как помогает Господь? Все хорошо. Я прихожу все время ломбадочкой, зажигаю, полы моем, убираемся в храме. Помолимся, Бог нам дает силы. Выйдешь на грядке, помолишься и глядишь, и прошла. Думаешь, не оселишь, не оселишь. И прошли, как будто и так и вот Бог помогает. Матерь Богу помогает. Вы всегда такие были верующие? Ну, у нас родители были верующие. Маленьких нас посылали. Под Пасху, в четверг настояние, мама скажет, в церковь неохота, в церковь. Какой-нибудь платье сошьет нам, туфельки какие-то, а мы довольны. 12 Евангелия будут читать, и вот мы стояли. Хоть и нам маленьким и не хотелось, вот таких посылали. Самых маленьких. Стоим, и может, что-то нам и не хочется. Здесь родились, здесь крестились. Здесь нас на пеленках, на руках носили. И вот так с маленького, с маленького. И деды, и прадеды, и сколько наша церковь, все наши родственники, все верующие. Да, пирюлька вообще такая, достаточно верующая. Верующая все, потому что она у нас церковь. Храм здесь не закрывался никогда. Изначально. Вот у меня одна сестра пела на крыльцах. Умерла Анна. Вот сейчас Мария поет, сестра наша. Галина, она моя сноха, тоже на крыльцах. Моя мама пела. Да, сестра пела. Все здесь, все вот вместе. У нас и брюки все были задействованы. Очень, очень. Спасибо вам большое. Нашего храма пройти невозможно. Проходишь, остановишься, помолишься. Вот родишься, да? Да, вот родишься. Да, короче. Видно, не зря молились предки нынешних героев нашего репортажа. Зои Алексеевой, Клавдии Чулковой, Валентины Климовой, Пороскевы Гунцевой и других самозабвенных обитательниц древнего села. Промысел Божий показывает зрячим и открывает глаза слепцам, что он попираем не бывает. Храм Успенский не закрывался. Сюда стекались богомольцы со всего юго-восточного околотка Михайловского района. Девочки, ну я вам желаю, чтобы вы все сюда вернулись. Кто еще не вернулся, окончательно, без поворота. Все-таки здесь больный воздух. Здесь ваш храм. Здесь стоять. Спасибо. И вам спасибо, что приезжаете к нам. Спасибо, Господи. Какое-то нам торжество приносит. Мы вот прям как-то воодушевляемся. Вот у нас Лидия. Лидия, я не хочет. Ты то пришла. Лидия, Лидия. Здравствуйте. Здравствуйте, Лидия. Вы, говорит, Лидия, еле пришли, но, в смысле, с палочкой, но все равно пришли. А как вы тогда? Почему же вот вы пришли? Вопреки такому состоянию своему. На такое было служение, на такое торжество. На торжество. А как же мы не придем? Вон ее бабу Лидия. Бабуля моя, 90-х годов. Да, Пороскева, да? Пороскева, да? Пороскева, вы знаете. Пороскева наша дорогая. Идите сюда, идите к нам. Она уже снималась. Мы знаем, знаем, знаем. Она у нас звезда. Звезда. Как вам сегодняшнее богослужение? Как вообще в Кирюлевке живете, поживаете? Да слава Богу. В церковь я доходила. Каждый день собирается в церковь. Я уже написала записку ей, что сегодня не ходить в храм. Она все равно оденется. Я иду в храм. Я говорю, зачем? Уже сегодня нет службы. Она все равно идет и надеется на то, что служба будет, да? Да. Есть надежда. Пасху встретились с великой, с большой радостью. Радовались. Христос воскресе! Поистину воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Вот мы радовались. Всю ночь мы пели. Радовались. Мы ждали этого праздника, конечно. Мы подготовились к этому празднику. Мы, конечно, поставали, на посту сидели. Все мы выдержали с Божьей помощью. А вот я сегодня подумала, говорю, как раньше думала, почему 40 дней? 40 дней, все равно как много пасхи. А все понимают, что даже 40 дней маловато, чтобы насладиться этой пасхальной радостью. Да, пасхальной радостью. А вы как считаете? То же самое. Я так же. Я за. Все, я очень радостная. Очень, очень. Как вы тут живете в Фирюле? Чем занимаетесь? Как храм ваш тут живет? Ходим в храм. Ходим в церковь. Вся отрада. Вся отрада – это у нас церковь. Мы сходим в церковь – у нас праздник на душе. Мы празднуем. Если вдруг в церковь не сходим – нет, праздника нет. Ничего не ощущается в душе. Вот что такое церковь. Что такое храм. Сходить во храм, послушать, попеть. Все это – литургию. И послушать, и помолиться. Переживает настоятель храма протерей Вячеслав Дарин, что уходит в иной мир преданные прихожане храма. И самобытное пение на крыльцах теряет исполнителей. Но вот чудо. На смену певчим приходят новые. Господь постепенно их возвращает в свое гнездо. И они, успокаиваясь благодатью родной земли, находят свои исконные корни. Александра Клендушкина постепенно осваивает пение на клиросе. А ведь несколько лет назад даже не думала об этом. Песня. Песня. Век века. Спасибо, Господи. Новый лет еще давай к нам споем. Я в Москве отработала до 60 лет. И в 60 лет приехала опять в деревню. И уже три года живу постоянно здесь. Стала ходить в храм. В Москве не ходила. Редко. По большим праздникам только. А сейчас каждую службу хожу. Стала учиться петь. Стою на клиросе, даже пою немножко. То есть клирос обновляется? Одни уходят, другие приходят. Сложно очень. Учиться очень сложно. Я говорила, что это не думала, что это не кажется. Ну, в общем, вот так помогаем. Все, ходим сюда. Все убираем, стираем. Батюшка всегда к ним со всеми вопросами. Они помогают, молодцы. Все делаем. Помогаем, стараемся. Жалко, хороший храм. Просто красавец, конечно. Вы все такие красивые? У нас вся деревня красивая. У меня у сестры приехала свекровь. Она не местная. И вот был праздник. Мы сидели около дома на лавочке. Идут все из церкви, все нарядные. Она сидит и говорит, ну надо же. Сколько народу прошло. Ну, ни одного некрасивого лица не увидела. А потому что благодать была Божья на лицах. На лицах вышел с отпечатком благодати. Тем более у вас какой храм намоленный. Он же намоленный храм. Да. Необыкновенный храм. Мы наши самые счастливые. В этом плане. Мы счастливые, да. В нашем селе тоже настоящее. Да, конечно. Вот в Москве у меня знакомые. Они уезжают на дачу. И у них негде сходить в храм. А я говорю, а я все время хожу у нас прям вот рядышком. Как хорошо, да? А когда мы маленькие были. Здесь же храм-то один был. Вообще не было. Все деревни были пустые. До самого Михайлова. И они же все на большие праздники приходили. У нас на улице народ стоял. Вот там стояли. Здесь открыты были все боковые двери. Полная была. Шесть детей было, да. Все равно оставляли ночевать. Кто на полу, кто как. Я помню, к нам какие-то две бабушки ходили. Не знаю, откуда они. Ну, я маленькая еще была. Одна не видела. Она вот так вот ходила. Платочком вот так вот веки держала. У нее веки падали. И все равно приходила. Одна приходила. У нее все ноги были больные, прибольные. Вот папа ей распаривал ноги, все лезвием срезал, чтобы она дальше-то пошла, хоть что-то дошла с хорошей бедагаликой. Вот так вот. Это вообще было. Завтра все друг о друге как заботились, правда? Да, да. Были добрые все, умные. Были все добрые. Ну, и сейчас может тоже подобреть народ. Ну, подобреть народ потихонечку. Ну, подобреть стал, да. По-другому как-то стали относиться друг к другу. Конечно, по-другому. Спасибо Господь, Христос Воскресе. Воистину, Вы поздаву. Меня зовут Александра. А фамилия Ваша? Не скажу. Ну, нет, ну, Александра и Крын-Душкина. А по-другому Крын-Душкина. Дух в Фирюлевке особый. Приезжайте и почувствуйте. Благодать неизреченной наполняет не только Божий дом, но и все село. Как будто сама Богородица покрыла голубым нежным платом любви и процветания эту благодатную землю. Думаю, ведь не просто так приехал митрополит Рязанский Михайловский в Фирюлевку. Видно, созрел нынешний народ и храм соскучился по архиерейской службе. Вот и совпало все так. Совпало чудесным образом. Как у Господа бывает. Нет у Господа случайностей. Надо только верить и полагаться во всем на Его святую волю. Христос Воскресе. Боистос Воскресе. Сегодняшний богослужень к вам владыченько приехал. Ну, как это такое вообще может быть? Вот радость какая. Он и сказал, радуйтесь. Какая свобода сейчас. Только-только молиться, да что там ходить. Вот какая свобода нам Господь дал, какую свобода. Приходите, вы говорите, будьте с Богом и Богом с вами. Христос Воскресе. Боистос Воскресе. Человеческая история, дорогие братья и сестры, это в значительной степени борьба. Борьба одних сил с другими, борьба одних народов с другими народами. Многие войны, многие движения освободительные связаны были с тем, что один народ порабощал другой народ. И вот этот порабощенный народ стремился сбросить с себя иго поработителей и освободиться. На протяжении истории мы видим огромное множество таких примеров. Это касается и нашей Родины. Ведь и нашу страну много раз порабощали. И в конце концов, наш народ сбрасывал себя иго поработителей. В советское время нам говорили о том, что вся борьба, которая была до этого, не настоящая. Это фальшивая история. А вот настоящая история – это борьба рабочего класса за свое освобождение. И вот говорилось, что в советское время, после Октябрьского переборота, трудящиеся освободились от эксплуатации и сейчас заживут прекрасной райской жизнью на земле. Как и очередной человеческий эксперимент, этот эксперимент закончился плачевно. И в нашей стране, и в других странах, которые взяли на вооружение этот идеал, и этот принцип свободы от эксплуатации. О чем это говорит? О том, что все стремления к свободе являются не более и не менее, чем иллюзиями. Конечно, нужны какие-то основные свободы. Нужна свобода, чтобы народ мог говорить на своем языке, исповедовать свою религию, выражать в жизни свои идеалы, следовать своим традициям. Но если говорить о свободе более глубоко, то любая свобода это в значительной степени призрак. Люди стремятся к свободе, борются за свободу, но на самом деле путь к свободе гораздо короче, чем мы можем себе это представить. путь к свободе это путь ко Христу, к истине. И нет другого пути к свободе, к освобождению человека, кроме как пути через Христа, через освобождение истины. Ну какая бы гадать-то? Ну, к сожалению, не все мы еще понимаем это, не до конца еще поняли, что вот такая свобода. Раньше такой свободы не было. Не было, а все доселились, радовались, а сейчас стоит все только строиться, скорбять. Да. Все мало, все мало, давай, будем. Поэтому надо радоваться тому, что есть, правда? Да. Да, у нас бабушки ходили на Пасху. Уже снег таял. А мы от дома смотрим, ой, обед не отошла. А бежим к храму. Бесиком, из дома, вот тут не для кожи. Вот. И ножки у нас прям работали. А сейчас не то по-старски, отказывают ножки. Ну понятно уж, возраст. Сколько вам сейчас лет? Восемьдесят первая. Восемьдесят первая. Ну еще молодая. Ну я же хорошая. Конечно хорошая. Молодая еще, жить ты, жить. Живите подольше. С вами и дух вот этот сельский, он как-то сохраняется. Да еще надо передать вот это настроение свое и духовность всем тем, кто здесь остался еще, молодежи, чтобы она побольше, побольше, чтобы приобщалась она, ходила в храм. Ну сейчас у них интернет губя. Губят интернет? Губя. Ой, они так сидят в нем. Там все новости лишь слухают. А в храм ходить надо с молитвой. И Господь говорит, будешь с Богом, Бог тебе помогает. Вот как с Богом хорошо. То есть у вас в жизни всегда было, вы всегда жили с Богом. То есть не было такого, чтобы вы пришли к Богу, к вере. То есть вы всегда жили, никогда другой жизни себе не представляли. Да. Спасибо. Спасибо Господь. Христос воскресе. Дай вам доброе здоровье. И вам. Шилы. И вам. Я вас часто вспоминаю. Ага. Мудрости вам. И вот если человек хочет быть свободен по-настоящему, тогда он должен прийти ко Христу и от своих грехов освободиться. Если мы посмотрим на свою жизнь, то мы действительно увидим, что мы порой действительно являемся рабами. Рабами рутины. Рабами своих страстей, своих наклонностей, своих греховных привычек. Кто-то не может начать свой день без сигареты и постоянно, как маленький ребенок, обращается к этой соске. Кто-то не может прожить день, не согрев себя, не развеселив себя порцией спиртных напитков. И примеров таких множество. О чем говорит это? О том, что человек сам себя порабощает. Мы сами себя порабощаем. Мы сами себя закрываем в мрачную и смрадную темницу греха. И лишь Христос Спаситель, если мы искренне к нему обращаемся, если мы стремимся освободиться, может дать нам свободу. Он может нас избавить от страстей, Он дает нам свет, просвещение, Он развязывает наши узы, Он ведет нас к свету. и слова у него очень правильные о свободе человека. И вот та свобода, которой должен стремиться человек, она вот он правильно сказал, она как раз в вере во Христе. Но чтобы быть с Христом, надо здесь на земле хранить свою чистоту такую духовную. И вот как раз храмы нас собирают в такие дни. Вот. И мы просветляемся и радуемся. Вот именно просветляемся, да? Такая все равно какая-то темнота, темнота вдруг, и такой свет, служба, тем более архиерейская. Ты просто чувствуешь, в этот момент чувствуешь, и хоть бы вот это еще чувство подлилось подольше, чтобы оно продолжалось, а то потом все опять возвращается на круги своя. Походить не хочется. Хочется растянуть удовольствие. Да, замечательный день. Вообще все, мы проснулись рано, шесть, гром, значит, дождь пошел, а у нас бездорожье, дороги-то нету. Я думаю, как мы сможем опять выехать, а хотелось бы. Но промысел Божий нас привел. Господь пододил ваше семейство сегодня. Вот мы год назад мелисочку крестили в этом храме, и любим теперь этот храм вообще наш. Ну, а как-то вот Железь Владыка сказал, со страстями там ворот, со всем остальным. Получается в жизни как-то восходить по этой духовной лестнице? Ну, а то мы, знаешь как, мы встаем и падаем. Вот так у нас получается. Мы вот так все ой-ой, вот делаем, 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 ну и спотыкаемся. Ну, на то ведь человек, он ведь грешный, 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 но стараемся, 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 стараемся. А сейчас как-то изменилось вообще? Ситуация меняется, как вы считаете? В лучшую, да, народ подобрее стал? Нет, подобрее одно, и в церковь стало больше, молодежи ходить стало больше. Вот у нас все дачники, приезжие, молодежь, все ходят в церковь, детей своих причащают, ходят. Разве это не радость? Это радость, это прям вот душа ликует, ликует, что ой, смотри, людей сколько, как много людей в церкви, мы радуемся, посмотрите, сколько пришло людей, значит, люди-то что-то все уверовали в Бога и, как говорится, и страшатся, и боятся, и за свои грехи мы страшимся. А вы с пеленок верующая или вот тут вот в Ферюльке все с пеленок верующий? да, я родилась в Ферюльке и выросла тут и прожила и проработала 42 года. Вот, 30 на ферме проработала в магазине и теперь как смогу, конечно. Вы вообще любите свое село? Очень, очень люблю свое село. А какое наше село нарядное? Нарядное. Нарядное, красивое, благоустроенное, чистое наше село. Мы стараемся вот все-все-все-все вымести, все везде. Потому что молитва идет? Наверное, наверное, потому что станешь чего делать? Теперь крестись, Господи, благослови, помоги мне, Господи, помоги мне, Господи. А готовились в фирюльфке к приезду архиерея всем селом. Владыку Марка встречали благочинные первого и второго Михайловских округов, протерей Сергий Орлов и протерей Сергий Арсеньев и священники Второго Михайловского благочиния. Такого стечения духовенства не видели даже те фирюльфцы-москвичи, которые большую часть жизни провели в столице нашей Родины. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Рассказывайте, как вы готовились к встрече Владыки? Ой, готовились целую неделю мы готовились и не спали, и переживали, и думали, как у нас все пройдет, все. Сегодня вот даже тут сон приснился у нас одной паре, не сон, а как бы она проснулась и говорит, Володя, а ты спишь? Он говорит, да нет, а что ты делаешь? Он говорит, стол накрываю. Она говорит, и я тоже сам накрываю стол. Поэтому мы вот так переживали, мы все вот ходили здесь, убирались, чистили, вот все это украшали. У нас это событие, ну как бы не впервые, я просто помню на своей памяти, я не знаю, какой митрополит к нам приезжал, но это было в 97 году, мы тоже готовились, но это было не в храме, а вот у кого-то в доме, а сейчас, это такая благодать, да такой праздник, такой Христос, воскресе, аж вот и мурашки, и слезы, ну очень, ну очень спасибо вот абсолютно всем, 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 и прихожанам, и кто вот к нам приехал, и вам спасибо, что вы к нам приехали. Ну как это так, вы к нам всегда приезжаете, мы очень рады, очень, мы так радуемся вот этому своему храму, пусть он у нас старенький такой, но мы так радуемся, он действительно вот у нас, как говорят, намоленный, намоленный, вот сюда приходишь, благодать, я всю жизнь прожила в Москве, но вот сейчас, в последнее время, живу здесь, вот даже в Москве, когда читала дома молитву, я представляла себя в своем храме, вот здесь в своем храме. Душой здесь была, всегда, всегда здесь была. И вот, ну, и вот у меня внучка, она очень любит храм, она вот прям вот, ну скорее, скорее сегодня проснулась, тоже собралась, скорее, скорее в храм. Спасибо вам большое. Спасибо. Как вам Господь помогает вообще вот по жизни? Помогает, конечно, помогает, без этого никак нельзя, когда вот что-то, ну, и мы же как вот, в принципе-то, трудную минуту больше вспоминаем все-таки Господа Бога, но без него никак нельзя. Дорогу? Господи благослови. Покушать? Господи благослови. Встали, что-то делаем? Господи благослови. Здесь вот сегодня с утра пришли, сами помолились, батюшка, благослови нас, чтобы у нас вот здесь все прошло хорошо. Вот я и сам волнуюсь. Ну, вот благослови нас, вот, ну, все вроде бы ничего. Архиерейское чаепитие на этот раз было весенним, с оттенком голубого неба и нежности весеннего цветения. Владыка напоил всех вкуснейшим чаем, а затем пообщался с прихожанами храма. В качестве благодарности получил фирюлевское многолетие. Владыка спит. Многое лето, 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 многое, многое лето, многое лето. Вам всем, Владыка, всем спасибо. Ирюлевка в этот день ликовала, а сколько гостей из разных властей приехало сюда. Из Новопанска, из Михайлова, Стульской, Московской областей. Пришли и прибыли на транспорте жители окрестных сел и деревень. Приехали к нам из-за боленочек. Да, мы приехали, дождь и гром вначале. Посколько же вы в 5 утра выезжали? Нет, не выезжала, а еще так с утра встала. Когда уже текает, собирались, а я, Сережа, хотела на велосипеде, я говорю, а я-то как же, я-то как. Ну вот, девчонку развалила, потом собрались все. Ну как вам вообще сегодняшний пасхал? Ой, хорошо, очень хорошо. Я его вообще как по радио, по маяку, тихо, не слышу, подойду к окну, прям люблю очень слушать его передачу, Владыка. Владыка, слушайте по радио, да? Да. И прямо, ой, Сережа, плохо слышно, говорит, Сережа, ну как это, он говорит, мам, ну ничего не сделаем. А так я очень люблю, когда он говорит. А это вживую, Маркин, натурально все. Вы из Новопанск, а вы откуда? Москва. Из Москвы. Но вы вот с батюшками постоянно. Я смотрю, вот всегда, вот, отец Алексей едет-то вы с ним перемещаетесь. Вот сегодня богослужение, что вы можете о нем сказать? И об этом храме вообще? Об этом храме я, во-первых, здесь впервые. В первый раз. Мы из Новопанского. И батюшка ездил. Ну, Успенский храм, храм Богородичный и у вас. У вас Рождества Богородицы? А здесь Успение, представляете, как получается? То есть вообще Богородица вам в жизни помогает? Конечно, помогает, чувствуется помощь. Как же? Да как же вот. Когда кот на работу идешь, просишь, помоги, Матерь Божия. Ну, смотришь, полегче идет работа. Так что и Николай Угодник помогает. У нас предел Николай Угодник. К нему обращаешься. Молитва помогает сама. А давно вы такие верующие стали? Или вот всегда были такие? Ну, я вот, как пошел на пенсию, приехали уже сюда, на Лопанск. Там домик у нас. Вот. И батюшку пригласил в алтарь. Вот мы ему сейчас помогаем там в алтаре. Вот. Ну, и с этого времени веровать начали в Бога. Ну, то есть вы автоматически вот все это делаете? Или у вас с каждым днем что-то с вами происходит? А где маленький чайник? То есть вы как-то меняетесь? Нет? Или меняетесь все-таки? Ну, как-то, как сказать, приобретаем веру, что ли. То есть укрепляетесь? Да, укрепляем веру. И как-то вот жизнь ваша изменилась после того, как вы в Бога поверили? Ну, как, изменилась вроде. Надо верить в веру в Бога. Это помогает. Что получается так, то у нас, у нас отец мой был в плену и пропал. Мы не знаем, что ли погиб, ни письма, ничего. У меня мать была верующая. Поехали в Загорск с ней. Она купила икону скорбящих радостей? Нет. Из Кани погибших. Из Искани погибших? Божья Матерь? Да. У нас она большая икона. Батя нашел. Она молилась на нее, да? Конечно, она молилась. Она у нас, икона, сейчас и дома стоит с тех пор. И отец нашелся. Сосед, не то сосед, а его... Лежали вместе, давали, да? Отец дал адрес. Он, проезжая мимо, нам дал адрес. В Калининграде он. Ну, туда поехали, его привезли. Ну, вот. Чудо, да? Чудо, да. Чудо. Царица Небесная совершил по молитвам вашей мамы. Да, молитвам. В общем, без Господа невозможно прожить. А вот как-то люди живут без него. Это пусть они о себе сами думают. Нет, но все равно жалко ведь их. Ну, сколько мы за них молимся. Я сказала, что они верующих молятся. И обидящих вас тоже молиться надо. Да. Вас их надо молиться. Все приходят ближе к старости. Кто по вере, кто, как сказать, по нужде, наверное, что ли. К старости. А вот многие говорят, да буду вот, как-то возраст войду, тогда я в храм пойду. А может, он не дойдет до этого возраста. Уже поздно будет. Вот, да, может, поздно будет уже ходить в храм. То есть ведь Господь может нас в любой момент призвать. Он призывает не только ведь пожилых и старых, но призывает еще и молодых. Может, раз и все. И жизнь закончилась. Да, и сейчас молодежь много ходит в церковь. А сейчас нам помогает это покаяние и причастие. Самое страшное, если их вперед ногами вынесут без причастия, без покаяния, это происходит. Не дай Бог, спаси Господи, нас всех от такой участия. Поэтому надо почаще каяться и причащаться. Вот нас батюшка каждую неделю составляет. Он благословил нас, и мы каждую субботу причащаемся. Я думаю, как раз село возрождается, и, в общем, люди даже больше стали приходить к Богу, и молодежь тоже. В общем, я вам очень благодарна. Спасибо за все. Спасибо, Господи. А вот как вам Господь помогает в жизни? Помогает. Николай Чудотворец помогает мне. Если я к нему обращаюсь, прошу. Матерь Божия. Я без их помощи, наверное, бы мне трудно было. Без Божьей помощи. Без помощи святых. В общем, я глубоко в этом уверена, что Божья сила есть, и она нас не оставляет в трудные минуты. Спасибо, Господи, всех вас. И всех, кто еще, может быть, не поверил еще, пусть они вот уже... В жизненном пути, да, надо обязательно верить, и нам Бог поможет. Молеться Богу надо, не забывать Его. А у нас никогда не забывают. Я вот в храм хожу давно. Всегда верила, и верю, и буду верить, потому что без Бога никогда и никуда. Бабушка водила, всегда рассказывала. Папа верил, особенно вот почитал Николая Угодника. И мы вот ему всегда молимся. Вот, а Пасха с Христовым, Воскресением, какое оно для вас значение имеет? Что вы ощущаете вообще, когда он приходит, когда он встает? Радость. Радость. Вот именно что. Да, радость. Душа ликует. Когда приходит Пасха, она сама ликует. И все 40 дней ликует до Вознесения? Да, да, да. Особенно, когда приходишь на службу, вот эта божественная литургия, она же ведь особенная на Пасху. И вот действительно душа поет. А чего вы Бог просили сегодня? Ну, вы знаете, честно скажу, можно сказать, не просили, просто радовались. Радовались службе, радовались литургия. Но обычно вот просишь, чтобы в стране все было хорошо. О здоровье, естественно, просишь, о здоровье близких. Точно, самое главное. Скульптура святителя Николая стоит с незапамятных времен возле сельского храма. На праздник будто бы ожила. Видно, святое, чьи имя часто призывают в этих местах, тоже приложил свою чистую руку к общему празднику. Знаете, как вот у нас у одной болел муж, и он упал у нее, она уже такая, и говорит, Николай угодник. Он стоит вот такой вот, ну помогай, я ничего не могу одна сделать. И она сказала, я взяла мужа, как пушинку, и положила на диван. Николай угодник помогал. Николай угодник. А потом, говорит, только я после опомнилась. Как же я могла его так взять-то? Разве это не чудо? Вот какой Николай, великий чудотворчик-то. А у вас тут его особо почитаем. Почитаем, почитаем. Как же, почитаем. Великий чудотворчик. Николай угодник, это везде, всегда, во всех молитвах. Провожаю своих детей в Москву. И прошу, Матерь Божия, Господь Бога, Николая угодника, чтобы послала Анила Хранитель в какую-то дорогу. И своих детей приучаю, чтобы крестились, молились. Ну не всегда получается. У меня дочка, она вот, ну была, ну так себе, да. А сейчас посты она соблюдает. Вот, я всегда прошу, Господи, Господи, приведи моих детей к вере и к покаянию. К вере и к покаянию. Всегда. Может быть, Господь слышит мою молитву. Да, и Он слышит, конечно, может быть, она слышит. Вот, и я так рада, что она вот так немножко воцерковилась. Ну, она в другом селе живет, конечно, в церковь она очень редко ходит, работает. Вот, но главное, она посты соблюдает. Она почитает Бога, Матерь Божия посты, почитает. И в среду, в пятницу она не ест. Это уже, это большое дело. Это, я думаю, что, может, Господь меня услышит. Конечно, Господь. А я ведь большая грешница. Я великая грешница. Господи, прости меня, Господи. Спасибо, Господи. Духовный восторг наполняет сердца людей. Этот восторг пребывает с ними и по сей день. Конечно, степень его несколько уменьшена с того достопамятного момента. Но благодатная память продолжает оживлять и вселять духовную силу на непростом жизненном пути. Ведь путь каждого человека нелегок и тернист. Вот бы только с Богом пройти нам небольшие отрезки отмеренного творцом путешествия по земле. И еще не раз встретиться в чудесной и душеочищающей глубинке российской. Напиться из родника сельской простоты, рожденной самим Господом Бога. Божьи церковной, богохранимое Отечество наше, власти, воинства и православный народ наш. Братья и святого храма сего, всех вас, православных христиан, напоминай Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и пресно и вовеки веков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С праздником! Выражу свою радость, поблагодарить вас за совместные молитвы и пожелать вам помощи Божьей в ваших трудах. Любите Божий храм, любите Бога, любите свободу в Боге и будьте в Боге свободны. Пусть ваша жизнь будет ничем не омрачена и не связана, как кандалами, греховными кутами и страстями. Господь да благословит ваш путь земной. Христос воскресе! Христос воскресе! Хотелось бы закончить очередные записки из глубинки словами любимого мною батюшки, кронштадтского пастыря, праведного Иоанна. И все в нас дело рук Его, воздух, которым дышим и бодримся, свет, которым освещаемся и в котором делаем дела свои, все органы и части тела нашего, тела рук Его и разума Его. Разум, сердце, воля наша, Его дары, плоть, кровь, жилы, кости, все внутренние органы, дело Его премудрости и художества. Внешняя природа, трава, цветы, кусты, деревья, насекомые, птицы, рыбы, животные, стихии, вода, земля, воздух, огонь, свет, все и все дело Его. Как же мы должны быть во всякую минуту благодарны Творцу и Отцу своему небесному единому, в Троице славе, по образу своему нас создавшему, падших нас грех и смерть восставившему дивно, благостно и к соединению с собой вечности нас, уготовляющему через церковь свою, через учение, через таинство, через пастырство, им установленное на земле. Христос воскресе, родные! Воистину воскресе, Христос! Субтитры создавал DimaTorzok